Таврида – это огромный шанс взлететь вверх. На фестивале проходило 62 кастинга. Роль в одном из проектов СТС – участие в шоу «Голос», танцы на ТНТ, телевизионная премьер-лига КВН 2020 года. А еще возможность выступать на одной сцене со звездами. Своими эмоциями делится курянка Анна Шульгина. Кому рисовать? Мы готовы к поступлению в эти творческие процессы. Сходите ко мне, кому рисовать? У нас команда такая большая. Я. Ну давай, ну ты. В общем, да, вот мы такие все. Сейчас скоро со всем пойдем на сцену. Все, мы уже за кулисами готовы к выходу. Смотрите, у нас подготовка такая вот. Попасть через несколько минут мы будем на сцену. Играем нашу постановку, которую мы поставили здесь за 5 дней. Отобрите группу людей, которые объединились здесь же. Совершенно незнакомые до этого. Будет интересная импровизация. Мы готовы выступить с финальным панифестом участников фестиваля «Таврида». Перед нами выступает Сергей Лазаревич, чувством подачиваясь. И мы идем вещать. «Таврида-арт» проходила с 20 по 26 августа. Шесть дней и 836 событий. Самые яркие, конечно, рэп-фестиваль «Нашествие» и концерт звезд русского радио. Это снова делегация Курской области на закрытии самого чумового, самого творческого и крутого фестиваля «Таврида-арт». Сегодня будут замечательные звезды. Ленинград, моя Мишель, Алида Гутин. Сергей Лазаревич. Ура! А еще я выиграл миллион. Насчет миллиона Родион Бунин не шутит. Он возвращается домой с добычей. Сегодня Курская делегация покидает солнечный Крым, возвращается в Курск. И кроме положительных эмоций крымского загара, мы увозим в Курск грант 1 миллион рублей на реализацию проекта. Молодежный творческий лагерь «Лидер» для студенческого актива, студентов колледжей и техникумов. Увидимся в Курске на смене «Лидер-2019». Всего «Таврида-арт» раздала гранты на сумму почти 87 миллионов рублей. Было представлено около 500 проектов, цель которых – разнообразить культурно-просветительскую жизнь регионов. Ангелина Рязанцева, Телеканал СЕИМ.